Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня будем рассматривать второй способ формирования перца. И мне кажется, самый сложный это формирование в два ствола. На некоторых пачках, я вот вам уже показывала, для примера, Барин, производитель дает рекомендации, что этот перец нужно формировать именно в два ствола. Вот здесь написано. И даже дана схема формирования растения в теплице. Но глядя вот на этот скелетик, такое схематическое изображение перца, я больше чем уверена, что половина начинающих вообще не смогут сообразить, как сделать именно вот такую форму. Откуда они взялись вот эти, сейчас покажу вам, откуда берутся вот эти вот отросточки. Я нарисовала свою, более укрупненную, и на ней вам сейчас все подробно напишу, ой, расскажу. Видите, вот эта самая схема, только немного, чтобы растение было похоже на растение. И еще принесла натуральный перец, который сейчас буду формировать при вас в два ствола, и объясню, какие удалять побеги, а какие оставлять, чтобы получилась именно вот такая схема. Сразу скажу, что если в предыдущем видеоролике я рассказывала, и мы формировали вот так вот, по самому простейшему способу, прищипывали ствол после восьмого листа, это считается, на мой взгляд, вообще самый-самый простой способ. Мы прищипнули, сейчас будем ждать, когда появятся пасынки, оставляем верхних два, но от силы три, и остальное все убираем, все. Тут не нужно думать, выбирать, какой там прищипывать, какой не прищипывать. А вот при этой, второй способ, я буду называть его способ номер два. А, и в первом способе я говорила, что можно не дожидаться вот этой развилки, можно прищипнуть сразу. Тут мы обязательно дожидаемся развилки во втором способе. Когда перец раздваивается, если есть коронный цветок, вот здесь посредине, его удаляем, и начинаем вот эти два стволика формировать. Но дело в том, что, видите, вот когда они поднимаются дальше, каждый из них еще раз раздваивается, и если мы оставим все-все эти растения, веточки у нас в два ствола не получатся. Вот на схеме. Сейчас у нас вот этот цветок мы убираем. Все, что до развилки, мы удаляем. Листики, пасынки. Вот видите, вот здесь уже листики у меня удалены, и уже появляется вот он. Вот видите, из пазуха растения появляется пасынок. Вот появляется пасынок. Как только они вырастут, ну, немного, сантиметр-полтора, мы их все удалим. У нас до развилки будет стволик совершенно голый. Это ножницами, можно быстро раз-раз все их обрезать. Видите, до развилки стволик голый, цветочка у нас не будет. Так. Вот здесь мы видим на схеме стволик голый. И после развилки начинается самое интересное. Вот раздвоился он у нас, вот эта рогатка. И теперь каждая из этой рогатки раздваивается еще на раз. Но если мы присмотримся, мы увидим, что один стволик потолще, а другой потоньше. Вот тот стволик, который потоньше, после, вот здесь появится, сейчас еще рано, вот здесь появится у нас бутон, цветочная кисть. Оставляем этот бутон, оставляем два листика и прищипываем. Точно так же делаем с той стороны. Вот на схеме это выглядит так. Вот наша рогатка начала раздваиваться. Да, вот у меня ровно на два раздваивается. Если у вас раздваивается натрий, так же оставляете, вот здесь бутончик, оставляете два листика и ослепляете. Все, прищипываете. Вот у нас одна из, один из стволов, вот эти скелетные стволы, как они называются. Она у нас начала раздваиваться. Начала раздваиваться. Выбираем самый толстый, вот этот, тоненький. Ждем, когда бутон образуется. Бутон, два листика оставляем и ослепляем. И вот эта веточка начнет расти. Она начнет, начнет расти. Но она обязательно, это уже все проверено, она обязательно еще раз раздвоится. Раз вы этот удалили, им надо ветвиться. Она раздвоится еще на раз. И вот смотрите, даже здесь уже видно, если мы один из побегов удалим, и вот даже вот здесь она опять раздваивается, тут она опять будет раздваиваться. Дальше ничего нового. Как только вы видите раздвоение, вы самую толстую оставляете, самую тоненькую, после бутона, после двух листиков, прищипываете. Эта ветка, которая останется, она у вас опять попытается раздвоиться. Ждете бутончик с листиком, прищипываете. И так вы идете до августа месяца. В конце августа последние, когда бутончики вот здесь образуются. Следующие, которые будут появляться в августе, в сентябре, они уже не успеют сформировать плод и созреть. В августе все вот эти вот кончики, какие у вас будут, прищипнете, ослепите, все. Это вот формирование в два ствола. Тут тоже ничего сложного нет. Просто если посмотрим, конечно, если несведущий человек посмотрит вот на эту схему, он и не догадается, откуда вот они берутся, что это вот, как их. Их именно так, что по лидирующим признакам, вот ветка идет, раздваивается, толстый оставляем, тоненький прищипываем, толстый дальше опять пойдет, будет раздваиваться, толстый оставляем, более сильный побег. Этот прищипываем. Этот метод очень сильно отличается от того, от первого, я вам показывала. Там будет у нас плодов мало, но они будут, как, пораньше, возможно, они будут покрупнее, потому что здесь 10, даже 15, даже 10-12 рекомендуют оставлять. Здесь уже можно 25 до 30 плодов оставить. Но, естественно, вы понимаете, что чем больше плодов, вот здесь самые последние плодики могут быть меньшего размера, чем первые, вот на первом ярусе, и у них может быть тоньше стенка, чем заявлено, вот в характеристиках. но все высокорослые сорта, которые не карликовые, которые не с букетным типом завязи, у которых длина указана, высота, вот на этом, например, на барине, 110 сантиметров. его нужно формировать, если вы вообще будете формировать, только в два ствола. Нельзя ему делать прищипку вот здесь, как в первом способе, мы потеряем всю массу вот этих плодов, он может дать много плодов, он вырастет и метр, в теплице даже выше метр 30, и вот все, все это будет в плодах. Если подытожить весь этот метод, то удаляем коронный цветок обязательно, зачем его удалять, я в отдельном видео расскажу, сейчас не буду удлинять это видео. Удаляем обязательно, вот здесь в развилке, коронный цветок. Если у вас не рогатка, а третий, то его тоже ослепляем после первой же завязи. Потом удаляем все пасынки до развилки, и каждый из двух, вот каркасных веток, идем по принципу, толстый оставляем, тонкий слепим после плодика, толстый оставляем, тонкий слепим, идем выше, 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 ветка снова раздваивается, мы повторяем эту процедуру раз за разом. Удалять нужно очень часто, чтобы она не зарастала. Если хотите иметь вот такую идеальную форму, классическую, вот по этому методу, то нужно раз в неделю это идеально смотреть обязательно, ну или хотя бы в 10 дней, тогда вы можете, но единственное, знаете, в чем проблема, если вы запустите долго 10 дней, ничего страшного, удалить вы сможете, и потом просто растение уже много сил потратит, вот на образование вот этих, вы придете через 10 дней, тут уже будет не только цветок, уже и плод, и листья, и вам придется большой побег удалять, на которые вот эти на большие побеги растение истратило уже много питательных веществ. Удалять лучше в самом маленьком зачатке, когда вот только-только бутончики вылазят, сразу удаляете. И лучше, еще совет есть такой, лучше удалять те, которые направлены внутрь, оставлять те, которые направлены наружу, тогда куст будет, ну ясно, что внутрь, если вот эти вот плоды, им будет здесь тесно, если наружу будет красивый раскидистый куст, вот если на этом я вам покажу, вот видите, у нас один внутрь, другой наружу, вот тот, который внутрь, лучше его ослепить, а вот тот, который наружу, он у нас остается. Вот тоже яркий пример, вот такого же вот типа, вот он раздвоился, и пошли вот эти рогаточки. Эти рогаточки сейчас будут расти, отщипываем один, второй остается, дальше, дальше, и вот эти два ствола, или на шпалере, или в коловой культуре, можно колу привязывать хоть как, но они вырастут очень высокие, метр, полтора метра в теплице, и будут у вас все увешаны плодами. Но справедливости ради, опять повторю, что вот такие сорта можно выращивать, и без этих формирований и прищипок, я вот оставляю вообще все, вот все, что у меня образуется, все растет. Урожай тоже хороший, я это делаю только из-за нехватки времени, если у вас есть свободное время, попробуйте сформировать. Я вот нынче тоже сделаю и так, и так, и вместе с вами посмотрим, на каком же все-таки больше урожая. До свидания, с вами была Ольга Чернова, и это знакомство с самым сложным, с самым таким витиеватым способом формирования куста перца в два ствола. До свидания. Пробуйте, может быть, перец, сформированный вами по всем правилам, удивит вас своим урожаем.